Здравствуйте! Сегодня будем испробовать, как мы наточили косу косбой травы. Начнем с того, что если мы взяли косу в руки, то необходимо правильно поставить ноги. Расстояние между пятками не более 40 сантиметров и чтобы лезвие косы близко прижималось к земле. Направлять косу необходимо по радиусу и стараться захватывать не более 15 сантиметров травы. После одного-двух смаху продвигаться необходимо вперед на 15-20 сантиметров, настолько, сколько берем захват травы. Захват травы сухой и высокой много не возьмешь, потому что тяжело ее будет косить. Данная косба называется рубить с плеча, потому что трава очень жесткая, уже полусухая, и ее правильно косить как положено не получится, потому что остатки старой травы мешают или, можно сказать, препятствуют легкому движению косы. И поэтому таким способом косбы много и долго не покосят, потому что сразу устанет. Дошли от первого ряда до конца, возвращаемся опять к началу. Делаем закос, как бы в середку вырезаемся на покос. Покос в среднем здесь меня где-то полтора метра и продолжаем так же, в том же самом направлении, косить. Так как косовище короткое, то и тяжело косить. Нормально косовище должно быть чуть выше роста человека. И поэтому мне придется после этого неудачного покоса самому делать косовище. Потом я постараюсь выложить видео, как его делать. Вот это косовище, это не мое, это мне подарили вместе с ножом косы. И спробуя заточку ножа косы, убедился, что этого недостаточно. Необходимо еще, чтобы и косовище было необходимой длины, этот чуть выше человеческого роста самого косаря. Дойдя до конца покоса второго ряда, начинаем сначала и так продолжаем постоянно. Закончили ряд, и все сначала. Это один способ косбы, называемый свечак. Сейчас продемонстрирую второй способ косбы. Траву лучше косить поутру. Как говорится, коси коса, пока стоит роса. Это правильная поговорка. В России легче косить траву. Еще необходимо выбирая косу, внимательно посмотреть, какой стали нож косы сделаны. Травильные косы не отличаются стандартам по ГОСТу и часто делаются не из инструментальной стали, которая необходима для лезвия косы. Это сталь У7А, У8 и У8А. И должен быть косы термически обработан. Но это уже другая тема, а испытание заточки косы мы уже исправили на каждой траве. На этом все. Надеюсь, это видео кому-нибудь было полезным. Кому понравилось, пальчик вверх. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания, до новых встреч на моем канале.